Сегодня мы собрались с вами на торжественное открытие персональной выставки вексуновского фотографа Дмитрия Макарова. С пресным словом приглашается директору сайдинпромышленного комплекса, подошел к Шепелеву, Андрей Анатольевич Цепляев. В детстве смотрел фильм, вы его все знаете. Товарищ Саахов, открывая дом бракосочетания, сказал, что это спортсменка, масса шепитетов, красивые девушки, сказал. Я его, в общем-то, стеснен тем, что молодой человек, поэтому я скажу однозначно то, что, во-первых, это металлург, это железнодорожник, это очень творческий человек. И на самом деле, если мы посмотрим его фотографии, это великолепный художник. Потому что фотография – это та непостижимая для меня сфера, которая всю жизнь я тянула к себе. Но почему-то я, видимо, ее не постиг до конца. Имея фотоаппарат «Смена» 8М, по-моему, будучи еще подростком, я пытался, чтобы фотографировать. И на самом деле, даже те фотографии, которые были очень плохого качества, но они сейчас сохранились, они не очень дорогие, потому что это душа человека. И вот здесь мы видим душу. Еще раз говорю, душу художника. С праздником! Ну что, Дим, очень рада, что таланты твои наконец-то материализовались в такой вот выставке. Мы знакомы с Димой уже 5 лет. В 2011 году он пришел в редакцию со своими фотокартами, со своими идеями, с проектами. И они у нас вывелись в такое замечательное сотрудничество. Больше того, в газете Дмитрий у нас идет не только проект «Деревеньки», который очень известен. И как бы очень читаем нашими читателями, извините за тавтологию, но и проект «Мастер-класс» о том, как заниматься фото-делом. И проект «Мастер-класс» очень понравился нашим коллегам из журнала «Журналистика и медиа-рына». Это Московский журнал. И они Дмитрия пригласили сотрудничество. И оно тоже, тем не менее, оказалось очень плодотворным. Да? Вот. Поэтому я думаю, что мы это сотрудничество продолжим. Оно у нас будет, я не думаю, я в этом уверена, что оно будет у нас таким же плодотворным, таким же замечательным. А тебе удачи. Я думаю, что фантазии довести так хватит. Удачи. Фотография занимает та же повседневная, современная жизнь человека. Наверное, приоритетное место, ключевое. Но за ее доступностью, за массовостью ее производства мы забываем, что это вид искусства, как уже творилось сегодня, упоминалось это. И я хочу сказать, что мы сегодня находимся на выставке замечательного выксунского фотографа, художника, опять-таки. И мы вспоминаем с вами как раз вот благодаря этим видам, которые и показаны на фотографиях. И я, когда готовилась к выставке, к этому выступлению, я нашла замечательные слова выдающегося американского фотографа Анселла Армса. Вы не фотографируете, вы создаете. Эти слова, как нельзя кстати, подходят для того, чтобы охарактеризовать и описать деятельность норсенского фотографа Дмитрия Макарова. И я приглашаю сюда, чтобы открыть выставку непосредственно создателя ее, этой выставки, застывшей в домене, Дмитрия Прошу. Здравствуйте. Я приветствую всех в этом небольшом, но очень уютном зале. И с первых слов, с прое выступление хочу выразить благодарность сотрудникам музея, потому что они дали мне такую замечательную возможность выставиться. провести свою фото-выставку персональную. Я должен сказать, что это моя не первая, даже не вторая выставка, но вот этот вернисаж, эта экспозиция для меня очень важна тем, что я ее назвал своеобразной отчетом за 6 лет. То есть от момента начального, когда только-только делал первые рубкие шаги, и вот до сегодняшнего момента, когда в голове куча всяких проектов, а фотограф должен жить проектами. И сделал такую паузу и посмотрел, что за это время сделано. То есть вот здесь представленные фотографии, это времена отрезок, это 6 лет, даже побольше, 6,5. И свое выступление я сейчас, значит, на три части, как мы ее разобьем. Я сначала сейчас расскажу вкратце немножечко о фотографии современной, как я ее вижу. Потом небольшой сюрприз для вас будет. Ну и третий, я вкратце пробегусь по некоторым фотографиям, потому что я считаю, фотографии кроме названий, еще если рассказать ее историю, как она создавалась, она, скажем так, заглястит новыми красками. И вот современные фотографии, конечно же, занимают огромное место в нашей нынешней жизни. Возьмите, вот если взять науку, возьмите любую, астрономию, физику, химию, абсолютно любую. И фотографии так или иначе с ней связаны. С гуманитарными, с техническими науками. Возьмите соцсети. Фотография сейчас сделала фотоискусство. Сделала качественный рывок с соцсетями. И здесь я вижу одновременно и подводные камни, и в то же время плюсы. Какие могут быть подводные камни, казалось бы. Но дело в том, что такие вот крупные компании, как мы скажем, американский Google, они даже всю информацию после удаления аккаунтов не уничтожают. Она остается на серверах. И вот я вижу как раз подводный, очень большой подводный камеш. Вы можете общаться с пользователем, с другими. Вы можете пересылать им фотографии, можете пересылать им видео. И, скажем, через некоторое время вы можете устраиваться на работу, и ваш будущий работодатель, не удовлетворившись в составленной анкетой, может запросто найти какую-то негативную информацию, которая вас может выставить в неправильном свете, ее найти. И фотография в этом плане будет как вещественные доказательства. Но все же хотелось бы не говорить про эти маленькие минусы. Я хотел бы сказать, что соцсети дали огромный толчок в развитии современного фотоискусства. Да, я вижу, что где-то вот никто может посчитать, может быть 80, может быть 90 процентов. Все-таки это бытовые снимки. То есть я и кот, я и мои маникюрные бальчики, я и мой завтрак. Фотоискусство это, наверное, все-таки в отношении имеет мало, но тем не менее, эти снимки популярны. Возьмите тот же Инстаграм. Я не знаю, я как фотограф, может быть, сужу в своей колокольте. Мне мало интересных снимок, когда кто-то где-то кушает или надевает какие-то тапочки. Но во всем мире парадокс. Это имеет большой успех, вот такие снимки, огромное количество подписчиков. И 80 или 90 процентов, как я уже сказал, это социальные фотографии. Но там есть, если поискать, замечательные снимки. Замечательнейшие снимки. А как мы оцениваем среднюю фотографию? Мы смотрим, говорим, вот эта фотография красива. Эта фотография некрасива. Стоп. А красота, что есть? Скажем, один скажет, что это некая гармония. Второй скажет, что это состояние души. Если брать Попелевину, то он сказал, что красота – это совершеннейшая мотивация мемолии на высшей ступени ее познавания. Я как фотограф, как пессимист должен сказать, что я согласен со всеми этими терминами. Но хочу еще добавить, что красота – это понятие очень кратковременное. Если мы говорим о человеческой красоте, то это 5, возможно 10, может быть 15 лет. Если говорим о архитектуре, то может быть 50, 70 или 100 лет. И все. И вот в этом плане фотография помогает захватить вот эту секунду. Вот этот кусочек мгновений, и вот это прекрасно. Я всегда любил приводить пример. Вот, скажем, вы приходите в салон, вас фотографируют, вы получаете этот снимок, и фотограф вас больше никогда не увидит. Если я развяжу эту ситуацию на 180 градусов, я этого человека никогда не увижу, но у меня останется это застывшее мгновение. Что будет с этим человеком, я не знаю. Возможно, он завтра уедет, он ставит на место жительства в Финляндию, попадет под трамвай, или еще смешно-то случится. Или, может быть, я его долгое время не увижу, и увижу где-то через 30, когда от былой красоты не останется и следа. И передо мной останется вот это вот застывшее мгновение. Моя выступительная часть как бы закончилась, и вот я сейчас хотел бы рассказать вам о маленьком сюрпризе, который мы приготовили. Дело в том, что в процессе подготовки к вернисажу мы не остановились на напечатанных фотографиях, мы решили сделать еще и в электронном виде. Ну, поскольку сейчас время такое, электронное, да, скажем так. И сейчас мы посмотрим с вами слайд-шоу из тех снимков, которые, они не то что не вошли, просто снимков при отборе было настолько много, вот я как бы, ну, 70 доставил, 32 снимка или 33 вошло в эту экспозицию, и около 40 снимков у нас будут выведены на экран. Я сделал небольшую слайд-шоу под музыку и прошу сейчас выключить свет. Давайте посмотрим музыкальную зарисовку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА